Продолжение следует... Организаторам настоящей конференции я хотел бы подтвердить важность продолжения наших регулярных встреч. Спасибо большое, особенно на этой встрече, тем, кто принимает нашу встречу сегодня, а именно президенту Республики Чечня, муфтию Чечни. И сегодня у нас была небольшая поездка, и я вынес из нее три важных уроков. Три важнейших урока. Во-первых, мы посетили хладящий могилу бывшего президента, первого президента Республики Чечни. Это был человек, который был правителем, муфтием и основным президентом Республики. При Республике во всех этих ипостасях мы восхищаемся этим человеком, который был и руководителем, и муфтием одновременно. Но он был убит кем? Теми, кто претендует на то, чтобы выступать от имени Ислама. И сегодня мы сталкиваемся с проблемой, которая присутствует не только в Чечне, или присутствовала не только в Чечне, но и в исламском мире в целом наши герои погибают, наши дома разрушаются, наши предприятия разрушаются. И все это делается людьми, которые провозглашают себя мусульманами и выступающими за так называемый истинный ислам. И я присутствовал на конференции в Мекке, и эту конференцию провел покойный король Арделла. Было также немало других конференций, но проблема в том, что эти конференции, которые мы проводим, иногда их результаты не доходят до уровня широких масс. Они не проникают в дома рядовых мусульман, в мечети, в школы. И там очень часто раздаются речи, которые противоречат тому, о чем говорим мы на наших конференциях. Это тоже кризис. И это причина этого не в американцах, хотя они, американцы, играют. Это причина их не в Израиле, хотя Израиль тоже прилагает руку к этому. Проблема в том, что эти разрушения, эти убийства, они происходят на деньги определенных сил, и мы должны с этим бороться. Это первый урок. Второй урок. Когда я узнал, что конференция будет в Чечне, я всегда вспомнил, что Чечня, ведь это всегда ассоциировалось у нас с кризисом, с войной, с какими-то событиями. Но когда мы приехали в Чечню, мы увидели совершенно другое. Мы увидели столицу этой республики, где идет постоянное строительство, где за 10 лет была фактически восстановлена, и более того, был построен новый город. Мы увидели город, где царит стабильность, где царит процветание, где люди живут достойно, причем люди, представляющие различные группы, населения и господин Рамзан Кадыров. Он обеспечивает эту безопасность, и благодаря ему и соблюдаются законы, когда есть закон, когда есть безопасность. Соединенные Штаты в Израиле пытаются разрушить стабильность, разрушить безопасность, и предпринимают постоянные попытки для этого. Они уже, израильтяне, уже больше 100 лет, начиная с Больфорской декларации в 1917 году, они продолжают войну против наших народов. Война в Раке в 1980 году, первая война в Заливе, потом вторая война в Заливе, потом захват Ирака, и еще до ИГИЛа существовала Каида, потом появился Джабетон Мусора, потом появился ИГИЛ. И когда же закончатся войны в нашем регионе, где сосредоточены огромные запасы нефти и газа, и огромные человеческие ресурсы? Израиль, конечно, несет ответственность, но мы, как жители этого региона, мы тоже несем значительную долю ответственности. Почему мы не сотрудничаем? Почему мы не смотрим на нашу историю? Почему мы не взаимодействуем между собой? Почему у нас какое-то предвзятое отношение друг к другу? Это очень многочисленные вызовы, с которыми мы сталкиваемся. Но почему некоторые из нас выступают с войной против других из нас, и продолжаются войны, постоянный кризис, который не кончается в Ираке, в Йемене, в Сирии, в Палестине, даже в Египте. Даже на Аравийском полуострове все сейчас под угрозой этих войн, которые происходят в нашем регионе. И сначала стремимся к стабильности, а потом в рамках этой стабильности начинаем новую борьбу, противоборство внутри самих себя. Я и очень много высоких слов, идеалов сказано, стабильность, безопасность, сотрудничество. Но в реальности мы видим, что в нашем регионе. Либо я выживу, либо ты. Либо я останусь, либо ты. И в этом смысле я горжусь Чечнёй, которая сумела на протяжении вот этих коротких лет не только восстановить всё разрушенное, но и построить фактически новую республику и добиться достойного уровня жизни своего населения. А мы сейчас не знаем, что у нас будет в Ираке после Мусула. Будет ли там стабильность, сумеем ли мы восстановить мир, мы должны сосуществовать, мы должны жить в государстве, в котором сосуществуют различные партии, различные национальности, различные конфессиональные группы, мы должны суметь добиться социального мира между ними. И вот здесь, в Чечне, таким образом, повторяю, мы извлекли из Чечни очень важный урок. И, наконец, третий урок, который я извлёк из этой приездки, это ту свободу религии, свободу исламу, которую я наблюдаю здесь, в этой республике. И Россия на всём протяжении своей истории отличалась этим. И сейчас мы видим эту свободу строительства мечетей, изучение Корана, одежды в действиях, в ступках людей. Всё, что делается здесь, от имени ислама, в этом добром краю. И, несмотря на какие-то различия, которые, конечно, имеются между людьми, в целом имеются сосуществования. И это те традиции, которые существовали в России. И Исламская республика в рамках более крупного республиканского государства в России. И я очень высоко ценю в этом плане усилия президента Путина. И тот путь, которым пришла Россия, стремясь сохранить различные государства, республики. Звук пропал, звук пропал, звук пропал, звук пропал. Звук не поступает для переводчиков. Ага, простите, простите, всё восстановилось. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ